Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео хочу показать свою недавнюю покупку Эпилятор Филипс. Я просто в обзоре покупок из магазина Озон его показывала и сказала, что сниму отдельное видео и расскажу свои первые впечатления более подробно. В общем, коробка выглядела следующим образом. Она небольшая. Я о покупке Эпилятора подумывала давно. В принципе, когда я заходила на разные сайты, с выбором я определялась довольно-таки быстро, потому что именно на данную модель было много отзывов хороших. Люди хвалили именно данную модель как соотношение цена-качество, надежность. Поэтому, в принципе, я понимала, что если я буду покупать, то приобрету именно данный Эпилятор. Ссылку я, конечно, обязательно оставлю под видео. Также оставлю ссылку на кэшбэк-сервис Летишоп. Потому что все свои интернет-покупки я делаю благодаря именно сервису Летишоп. Возвращаю кэшбэк и таким образом неплохо экономлю. Но, в принципе, меня, наверное, останавливало то, что иногда люди вообще во всех Эпиляторах пишут, что процедура болезненная. Обычно я сама пользуюсь обычным бритвенным станком. И в зимний период, в осенний-весенний, меня, в принципе, все устраивает. Потому что, ну, порезаться, наверное, я за всю жизнь порезалась один или два раза. А так у меня всегда довольно-таки гладкая кожа. Но в летний период меня это уже не устраивало. Потому что процедуру приходилось повторять довольно-таки часто. А когда уже носишь юбки, например, без колготок, джинсы не одеваешь, что процедуру-то приходится чаще повторять. И тут уже кожа, она у меня довольно-таки светлая. Ну, какие-то воспаления появляются. Но я знаю, что, например, среди моих, там, допустим, учениц, многие ходят на всякие салонные процедуры. Но вот я когда сравнивала свой результат и их результат, у меня как-то, я решала пользоваться все-таки уже именно обычным бритвенным станком. Потому что, по крайней мере, по цене это более бюджетно, а по результату, ну, по крайней мере, именно по состоянию кожи. Я замечала, что примерно одно и то же, по крайней мере. Но я стала смотреть, что одной моей ученице, вот, мы как-то с ней разговаривали, что она пользуется лет 20 эпилятором. И вы знаете, вот, у нее кожа всегда гладкая, без каких-то воспалений, всегда вообще в идеальном состоянии. Поэтому я подумала, что, ну, наверное, раз она так долго пользуется, и такой результат, мне все-таки тоже захотелось приобрести себе эпилятор. И, наконец-то, я решилась. Она мне, кстати, сказала, что каких-то вот таких болезненных ощущений, которые именно невозможно терпеть, в принципе, ничего подобного нет. То есть, да, не совсем приятно, но терпимо, и вообще к этому привыкаешь. Ну, в общем, я приобрела вот этот эпилятор. К нему дается вот огромное количество, в общем, макулатуры. Здесь о картинке, как им пользоваться, как снимать насадку, ну, и так далее, в общем. Ну, тут еще огромное количество листов. Это даже, кстати, я уже отвыкла. Это обычно раньше давали ко всем гаджетам, ко всем вот этим приборам столько макулатуры. Но вот оказалось сейчас тоже в некоторые кладут столько. А потом еще было две какие-то книжечки. Я их, в общем, не читала. Лень. Также в набор входила вот такая вот щеточка. Сам эпилятор. Так вот он выглядит. Очень такой симпатичный, миленький. Небольшой. Удобно держать в руке. Здесь две скорости. Вот эта насадка снимается. Здесь показаны стрелочки. Сдвигается и вот так открывается. И возвращается на место тем же самым способом. Сюда вставляется провод. Провод довольно-таки длинный. То есть вот так вот он выглядит. И, в общем, проводов здесь много. Пользоваться довольно комфортно. И провод, знаете, он такой средней жесткости. По толщине тоже довольно-таки средний. В общем, устраивает вполне. Что касается ощущений. Действительно, ощущения вполне такие терпимые. Какой-то безумной боли я не ощущала. Но я пробовала только, ну, простите за подробность на ногах. Понятно, что там, где вот ближе к щиколотке, ощущения были такие, ну, более острые. Но, опять же, когда там вдохнешь-выдохнешь, расслабишься, и все уже нормально воспринимается. А в целом вообще абсолютно терпимо. Вот. Ну, единственное, что, когда мы говорили с моей ученицей, которая пользуется эпилятором, у нее, правда, Браун. Она мне сказала, что, конечно, после появится воспаление на коже, такие красные точки. Ну, потому что действительно же волосы вырываются, скажем так, с корнем. Ну, они реально появились. Но она мне сказала, что просто нужно купить какой-нибудь крем после бритья, и не какой-нибудь. Она мне посоветовала вот такой вот крем от фабрики Свобода. Крем после бритья с витамином F. Здесь 80 грамм, и в состав входит витамин F, алантаин, глицерин и ментол. Тут он увлажняет и смягчает кожу, снимает раздражение, предупреждает воспаление кожи, освежает и тонизирует кожу. Вот. Ну, опять же, знаете, я приобрела, потому что, ну, когда, знаете, кто-то что-то советует, нужно смотреть, а как у человека вообще в данной области. Ну, и поскольку у нее кожа прям в очень хорошем состоянии, ну, я решила тоже приобрету, тем более крем бюджетный. Стоил менее 60 рублей. Ну, в пятерочке он просто стоит рублей 60, а я брала как раз в Ашане. В общем, очень удачно, что я в тот момент ехала в Ашан, и он стоил даже 50 чем-то рублей. Вот. Пахнет он так, ментолом, ну, довольно-таки приятно, сам по себе он белый. Ну, когда я воспользовалась эпилятором, действительно, появились сразу же такие воспаления на коже. Ну, вот я помазалась данным кремом. Могу сказать, что через час ощущения вообще стали, такими кожа стала помягче, не такая раздраженная. Вот, я еще потом на ночь помазалась этим кремом. Сегодня практически этих воспалений уже на коже нет. То есть, вот я вчера вечером попользовалась, вот, и они прям стали едва заметны. В общем-то, это меня вопрос-то больше всего заботил. Пройдут и как скоро пройдут эти воспаления. Но сегодня я еще этим кремом помажу ноги, посмотрю, потому что все-таки хочется, чтобы воспаления прошли полностью. Вот. Но в целом, просто у меня еще и сама по себе кожа очень чувствительная. Вот. Поэтому, вы знаете, если вы тоже задумываетесь, купите эпилятор или нет, то, в принципе, вещь действительно неплохая. И ощущения каких-то таких вот неприятных, ну, бояться не стоит, потому что реально ничего такого сверхъестественного и жуткого тут нет. А что касается крема после бритья, то, наверное, тоже рекомендую воспользоваться именно таким. Ну, в крайнем случае, если он даже вам не подойдет, то это не безумная цена. Ну, я думаю, что он все-таки подойдет, потому что, повторюсь, что тот человек, который мне данный крем посоветовал, ну, я, по крайней мере, наблюдаю результат регулярно. И поэтому, по крайней мере, постаралась сама прислушаться к ее совету. Ну, теперь уже остается вопрос, насколько долго держится сам результат, то есть гладкая кожа. Заявлено, что около двух недель. Ну, я, естественно, также спросила у своей ученицы, сколько длится этот результат. Она сказала, да, действительно, где-то около двух недель. Ну, в общем, она им пользуется примерно раз в две недели. Вот. Так что, наверное, чуть-чуть попозже я сниму еще одно видео и расскажу подробно уже впечатление от использования, там, ну, не знаю, через месяц, через два. Потому что, знаете, если еще говорить о том, что быстрее, то, в принципе, конечно, бритвенный станок, он быстрее. То есть процедура, скажем так, более идеальная и более быстрая. То есть у меня это занимает не более пяти минут. И не пропускаешь там ни одного волоска. А здесь же процедура, по крайней мере, первый раз у меня там заняла, ну, конечно, не час, тем более, что я так с перерывами. Но в целом дольше, чем лезвие. Вот. Но если сам по себе результат, вот, ну, гладкая кожа, да, продлится, да, даже хотя бы неделю, а уж если две, это так просто классно, то, ну, наверное, будет выбор в пользу эпилятора, конечно же. Потому что, в конце концов, лучше потратить время, там, не знаю, полчаса, один раз в две недели и потом какое-то время об этом не думать вообще. Ну, и что касается крема, в принципе, я уже заметила, что он работает. Если у вас не такая суперчувствительная кожа, как у меня, то действительно у вас, наверное, если вы вечером воспользуетесь, утром вообще все будет классно. Вот. Ну, я думаю, что мне, наверное, нужно на восстановление полноценно сутки. Но в любом случае ситуация лучше, чем сразу после применения. Вот. Такой был, в общем, у меня небольшой обзор. Ну, мне просто кажется, это важно, рассказать свои именно первые впечатления и уже потом последующие. Ну, в целом, я покупкой довольна. Напоминаю, что ссылка будет под видео, так что, если вас товар доинтересует, всегда сможете посмотреть. И ссылка на кэшбэк-сервис, который я вам также рекомендую. Это кэшбэк-сервис Letyshop. Я уже им пользуюсь не один месяц. Там минимальный вывод 500 рублей на и на карты, и на какие-то другие платежные системы. Я уже выводила деньги. Там этот сервис сотрудничает почти там с тысячей магазинами. Ассортимент постоянно расширяется. Это и Фраше, Спортмастер, там, Озон, Декатлон, Лабиринт, Буквоед, Алиэкспресс. То есть, огромное количество сайтов, с которыми сотрудничает данный сервис. Поэтому мне как-то набрать эти 500 рублей кэшбэка было довольно-таки легко. И вывод произошел буквально там в течение суток, да даже не в течение суток, а в течение дня. Вот, поэтому сервис надежный и могу рекомендовать. И там, кстати, очень хорошая техподдержка. Всегда отвечают быстро и, скажем так, с настроением, с желанием помочь. И регистрироваться там довольно-таки просто. Авторизуйтесь через любую соцсеть и пользуйтесь. В общем, если видео понравилось, не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. И до встречи в новых видео. Всем пока!